Правосудие в наше время дело непростое. Невыносимо жить в стране, в которой без юмора не проживешь. Это не афоризм Михаила Жванецкого. Это цитата из нового спектакля Льва Абрамовича Додина «Страх, любовь, отчаяние», поставленного по пьесе Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Брехт закончил эту пьесу в 1938 году, когда фашизм поработил Германию. Но он еще не знал, что случится в 1941. Никто не знал, но многие осознавали, что этот режим закончится войной. Размышления Льва Додина о времени, стране и нас в ней засвидетельствовал Вячеслав Рязаков, который побывал на генеральном прогоне спектакля. За окном идет дождь и на улицу как-то не тянет. На дворе дождь, тьма и Германия 30-х годов. Все как всегда. Обыватели неспешно повествуют о жизни при новом порядке, в надежде на его окончание, поеживаясь под зонтами. Страх и отчаяние в Третьей империи – разговоры беженцев. Две пьесы Бертольда Брехта о немецком фашизме сливаются на сцене малов-драматического в общее русло. Сегодня мы живем в мире, где все сильнее и сильнее наступает совсем не иллюзия, а реальность фашизма, национализма, господства всяческого фундаментализма. И, как говорится в том же нашем спектакле, есть ощущение, что весь мир охватил какая-то суббород. Тексты были написаны Брехтом на стыке 30-х и 40-х годов. Своей задачей немецкий интеллектуал считал анализ ужасов, настигших его страну. В названии спектакля «Наших дней» посреди страха и отчаяния возникла любовь. Сама любовь, она не может с ней, ничего не может происходить. Она нечто цельное. А под воздействием влияния внешнего она может иметь какие-то формы, уродливые формы. «Диалоги беженцев» – текст, дидактичный как «Диалоги Платона», превращен здесь в конферанс. Два интеллигента, отпускающие колки об общении, по ходу пьесы неизбежно сами становятся ее героями. Тот, кто вышел под дождь, должен сделать свой выбор. В какую сторону мы движемся все? И в какую сторону я, как человек, вроде бы приобщенный к определенному образованию, к какой-то морали? Что со мной происходит, когда меня что-то заставляет делать, то, что противоречит моим принципам? Самого Брехта одинаково не выносили немецкие фашисты, парламентарии США, советские портопорадчики. В какие бы перенеи его не заносила судьба беженца, он неизменно отказывался мириться с несправедливостью. Не поддаваться искушению эмиграции, прежде всего внутренней. В этом главный урок. Легче всего укрыться от дождя в любимой пивной, на тихой кухне, в уютном бложике. Подсох, пригрелся, а про мокрые следы на лице напоминает лишь бойкий фокстрот. Так много слез. Все как в дурном конферанции. За окном идет дождь, а у нас идет концерт. Субтитры создавал DimaTorzok